В эфире телеканала ЛРТ, программа «Итоги» в студии Ирина Михайлёк. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась уходящая неделя. Есть повод для гордости. В день труда в городе чествовали лучших в профессии. По делу в торговые ряды в северной части города открыт новый офис МФЦ. ГИБДД выявляет нарушителей правил парковки на местах для инвалидов. О штрафах расскажем. Весенний призыв, где мечтают служить новобранцы Люберецкого округа. Кто и за что в финале в Люберцах прошел конкурс имени Соловьева-Седова. С душой и угощениями. В одиннадцатый раз гимназия 41 провела благотворительную маркаревскую ярмарку. Эколога-патриотическая акция «Лес Победы» вновь пройдет в Московской области. Ожидается, что участие в ней примут более 200 тысяч человек. Традиция зародилась несколько лет назад, однако с каждым разом масштабы ее растут. В этом году под посадку сеянцев уже выделено почти 600 гектаров земли. 12 мая все желающие смогут примкнуть к ежегодной акции «Лес Победы» и посадить одно, а то и несколько деревьев. Главная цель мероприятия – почтить память погибших во время Великой Отечественной войны посадкой дерева, а также просто озеленить регион. Так, полтора миллиона сеянцев подготовлено для высадки на площади более 580 гектаров земли в этом году. В прошлом было выдано на 200 тысяч сеянцев меньше. В Подмосковье массовые акции по посадке деревьев традиционно проходят дважды в год. Наш лес осенью, а весной – лес Победы. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. В Большом зале администрации прошел торжественный концерт, посвященный Дню Труда. Выступления творческих коллективов, теплые слова поздравлений прозвучали в этот день для тружеников Люберецкого округа. Владимир Ружицкий лично поздравил передовиков и вручил памятные подарки и награды. Праздник труда – это праздник всего трудового народа. Торжественное собрание, посвященное празднику труда, объявляется открытым. В Большом зале администрации собрались те, для кого труд – неотъемлемая часть жизни. Работники, чьи достижения ставятся в пример молодому поколению. Глава городского округа Владимир Ружицкий лично поздравил присутствующих и пожелал им плодотворной работы и достатка. Задача нашего поколения – оставить нашим потомкам все лучшее, что есть у нас на территории, в наших людях. Поэтому, дорогие друзья, всех с праздником, потому что труд – это основа. За добросовестный труд и высокие достижения награды получили работники компании «Тензе-М» от «Тесси» и «ЛГЖТ». Ценными подарками были отмечены работники бюджетной сферы – врачи, воспитатели детского сада, учителя. Также на празднике труда присутствовал юбиляр Александр Мурашкин. Его наградили знаком отличия за доблестный труд. Труд – это все. Труд – это жизнь. Это как, я не знаю, утром проснулся и первым делом ты думаешь о работе, ложишься, думаешь о работе. Вот меня многие учат и говорят, ты должен попасть домой, забыть про работу, забыть, что у тебя здесь, отключить телефоны. Но я этого делать не могу, я не умею. Собравшихся поздравили детские творческие коллективы и известные в округе исполнители. Всего за многолетнюю работу и высокий профессионализм награды областного и местного значения на праздники труда получили 70 работников учреждений, предприятий и организации «Люберес». Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Штаб по обеспечению пожарной безопасности создадут в округе. Такое решение приняли на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Насколько готовы люберецкие спасатели к пожароопасному периоду, смотрите далее. Штаб по обеспечению пожарной безопасности заработает в летнее время. Он будет круглосуточно собирать информацию о возникновении пожаров на территории округа. Вообще, ежегодно с наступлением пожароопасного периода на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим. О готовности к этому времени доложили на заседание. Вся пожарная техника переведена на летний режим работы. Создан необходимый резерв горючно-смазочных жидкостей. Личный состав прошел дополнительное обучение. Провели необходимые институтажи. То есть, личный состав люберецкого гарнизона готов к проведению пожароопасного периода. Также Максим Катаев добавил, что ежедневно на территории люберецкого округа на дежурство заступает 8 спецмашин и около 35 человек личного состава. Каждый из них прошел дополнительное обучение перед наступлением пожароопасного периода. Одним из вопросов повестки также стало обеспечение безопасности на водоемах в период купального сезона. Организовать на водоемах, на водных объектах, места массового отдыха, спасательные посты для оказания помощи пострадавшим на воде. Исключить продажу крепких спиртных напитков в местах массового отдыха воды, а также любых напитков в стеклянной таре. Также он добавил о необходимых проверках и подготовке состояния пляжных зон. Помимо этого, Владимир Смирнов напомнил о запрете использования в период купального сезона гидроциклов и моторных лодок. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Союз промышленников и предпринимателей провел собрание на одной из люберецких компаний. На сей раз гости посетили производственное предприятие «Атесси». Там была представлена новая система пожарной безопасности. К встрече присоединился и глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Экскурсию по «Атесси» провел Сергей Шатилов. Это уже не первый подобный визит на предприятия городского округа Люберцы. На них промышленники знакомятся с производством своих соратников, а также обмениваются опытом и знаниями. Все-таки проблемы производственных предприятий, они так или иначе, они общие для всех. Может быть, кому-то будет интересно, как мы эти проблемы решили, и по части того, что, может быть, вы учтете наш опыт для того, чтобы эти проблемы также решить у себя на предприятиях. В собрании приняли участие 23 руководителя ведущих предприятий городского округа Люберцы, которые входят в состав Союза предпринимателей, а также руководители служб МЧС, служб Мособл Пашспаса, представители администрации городского округа Люберцы и глава Владимир Ружицкий. Надо должны ребятам, они все поставили на ход сегодня. Ну, по сути, домашняя еда, все очень вкусно. Пожаробезопасность. Тема пожаробезопасности на предприятии «Атесси» занимает особое положение. Напомним, полтора года назад отделом надзорной деятельности в компании были выявлены некоторые нарушения. Руководители предприятия решили самостоятельно эту проблему совместно с компанией «Соларт», которую представил на встрече исполнительный директор Владимир Гайдук. Вот это сердце всей системы «Стрелец», которой программируются все дымовые датчики. Кроме того, Владимир Гайдук добавил, что при полном выключении всего предприятия источник питания системы «Стрелец» может работать в течение 7 суток, что и дает дополнительную безопасность. Всего на производственном цехе расположено 25 дымовых датчиков. Каждый служит 7 лет. Также на предприятии установлена система оповещения «Амур», которая в случае задымления считывает сигнал и подает его на охрану, сообщая об источнике возгорания. Раз, два, три, четыре. Значит, они говорят 8 минут. Может, могут больше говорить. За это время люди должны покинуть помещение. Также гостям показали наглядную программу, проверяющую систему на качество и исправность всех датчиков. Вот мы сейчас включим второй этаж. Видите, что они идут не через пожар, а второй этаж. Быстро покинуть помещение позволяет не только подготовка персонала к чрезвычайным ситуациям, но и количество запасных выходов. В здании их шесть. Также гости посетили выставочный зал, где представлены образцы продукции. Далеко не весь полный список продукции мы можем себе представить, потому что ограничены площадями. Здесь в основном такие яркие представители нашей номенклатуры, производимой продукции. Предприятие серийно производит более 500 единиц кухонной продукции. В ближайшее время компания планирует выводить на европейский рынок свое автоматическое оборудование. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Очередное помещение Люберецкого многофункционального центра открылось на улице Инициативная 7Б. Работу нового офиса проверил лично Владимир Ружицкий. Теперь жителям северной части Люберец не придется тратить время и силы на дорогу. В торговых рядах открылся новый офис МФЦ. Здесь можно оформить все государственные и муниципальные услуги. Центр работает с 8 утра и до 8 вечера без выходных. Мы сегодня здесь имеем, я оценю, такое хорошее рабочее место, хороший офис для наших жителей с точки зрения услуг МФЦ. В новом помещении многофункционального центра работает 16 окон. 11 из них для работы с заявителями и 5 окон доступа к региональному порталу государственных и муниципальных услуг. Также есть экраны, чтобы отслеживать свою очередь. Офис оснащен детским уголком и компьютерами. Мы будем стараться, чтобы наше качество и наш комфорт для вас был лучше, лучше и лучше. Будем стараться для вас делать красивые офисы. Будем стараться, чтобы не 10 минут, а 0 минут вы ждали в очередях. На сегодняшний день в городском округе Люберце функционирует 7 офисов МФЦ и 3 бизнес-окна. По словам Ружицкого, в ближайшее время планируется открыть еще два объекта. На улице 8 Марта и в поселке Октябрьский. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. В Краскове появится свой цветной бульвар. В поселке началось строительство нового жилого комплекса. По проекту там предусмотрены подземный паркинг, музыкальная школа, кинотеатры и многие другие объекты, необходимые для комфортной жизни. Первым и главным зданием микрорайона станет 17-этажный дом. Планируется, что в новостройку переедут жители Ветхого фонда на улице Карла Маркса. Старая добрая традиция выполнена. Капсула замурована в основании нового объекта. В такой торжественной обстановке началось строительство первого дома на Красковском цветном бульваре. Работу благословил священнослужитель. Аминь, освящается основание дома с его окроплением в обитие священных. Во имя Таи Сины и Святаго Духа. Аминь. Пока сложно представить, что на месте этого огромного котлована вырастет современное жилое здание. Но застройщики уверяют, ровно через 14 месяцев здесь будет возвышаться 17-этажный дом, изготовленный из экологически чистого и долговечного материала. Это церемония заливки первого бетона. Сейчас мы принимаем фундаментную плиту. За сегодняшний день порядка тысячи кубов бетона будет принято в эти конструкции, которые вы видите. В компании «Атомстрой» выполняет в своей работе ряд социально значимых задач. Первый этаж нежилого помещения отведут в детской школе искусств «Гармония». Переехав сюда, учреждение культуры увеличит свою площадь почти в два раза. Кроме того, в новом здании разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще одна цель застройщиков – создание комфортных и современных условий для переселения людей из ветхого жилого фонда на улице Карла Маркса. Мы приступили к возведению 17-этажного жилого дома с двумя этажами нежилыми. Он нужен нам для переселения. Вдоль дороги, которые дома мы будем сносить, и вместо них возводить четыре башни, 12, 14, 14 и 12-этажные, соединенные с телобатом, это будет наш уже конечный результат. Кстати, применение стелобата в современных домах – ноу-хау для городского округа Люберцы. В этом сооружении разместятся социально важные объекты, офисные центры, а также зоны для развлечений. А под ним проектировщики предусмотрели подземный паркинг на 220 машиномест. Не забыли и об озеленении и благоустройстве придомовой территории. Цены на жилье, они соответствуют эконом-классу. Но качество жилья – это жилье бизнес-класса. Убедиться в этом можно, посетив офис продаж, который находится у стройплощадки. Клиентам ЖК «Цветной бульвар» предлагают на выбор однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Учитывая, что проведение работ предусматривает масштабную реконструкцию, новый жилой комплекс достроят в 2022 году. Луиза Игазарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Виброплита для укладки асфальта, газонокосилки, триммеры для стрижки газонов, оборудование для мойки фасадов, тракторы «Беларусь», «Бобкэт» и много другого оборудования и техники. Компания «Пиккомфорт» провела осмотр перед весенне-летними работами. Чем и как будет обслуживать придомовые территории управляющая компания, узнала наш корреспондент Мария Антонова. Десятки дворников в оранжевых жилетах с лопатами и метлами в руках выстроились в ожидании проверки контроля качества их инвентаря. Смотр техники и оборудования на готовность к работе в теплое время года провела одна из управляющих компаний города «Пиккомфорт». Дальше, после того, когда мы вырезаем непосредственно саму карту, нам привозят асфальт и мы его начинаем уже укладывать. Это виброплита, в которую мы укладываем сам асфальт. То есть все, что нам необходимо для укладки асфальта – вот три единицы техники. На весь район нам хватает, на все наши дома. Количество техники и оборудования для обслуживания территории возле домов с каждым годом увеличивается. Все для того, чтобы сделать процесс уборки территорий более быстрым и качественным. На обслуживании «Пиккомфорт» сейчас 62 дома в Люберцах. В уборке территории задействовано больше 70 дворников. В ближайшее время на территории всех домов пройдут работы. На территории 62 домов мы планируем произвести достаточно объемные работы. У нас запланировано 27 контейнерных площадок. Установка полностью новых модернизаций семи детских площадок. Установка ограждений на пяти спортивных площадках. На самое ближайшее время у нас запланирована покраска бордюров, бордюрного камня, садового камня, всех газонных ограждений. Помимо этого, Виталий Макаренков отметил, что на весенний-летний период также запланирована установка газонных ограждений, антипарковочных столбиков и другое. Кстати, перед летним сезоном все дворники, убирающие территорию вокруг домов под управлением «Пиккомфорт», переоделись в новую яркую оранжево-синюю форму с логотипом компании. Таким образом, они станут еще заметнее во дворах города. В финале смотра руководитель службы эксплуатации отметил, что сотрудники техника к весенне-летнему периоду готовы. Мария Антонова, Александр Осеев, телеканал ЛРТ. Заседание «Единой России» прошло в местном отделении партии. Вопрос благоустройства территории в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» стала одной из главных тем обсуждения. Помимо местного депутатского корпуса, в дискуссии приняли участие и народные избранники из Московской областной думы. Мария Антонова продолжит тему. На этот раз с поздравлений и цветов началось заседание местного отделения фракции «Единая Россия». Члены полицовета Эму Борисову депутаты поздравили с днем рождения. Далее в рабочем порядке они обсудили повестку заседания. Проект «Комфортная городская среда» стал одной из приоритетных тем. Для меня «Комфортная городская среда» – это не только благоустройство дворовых территорий. Ведь это и ремонт подъезда, и капитальный ремонт домов, и подъездные пути, и тротуары, и дороги в городе. Кстати говоря, для меня, наверное, какие фасады домов, конечно. Но я сказал уже капремонт. То есть все, что человека радует глаз и не представляет неудобств в проживании, все это есть «Комфортная городская среда». Об уже проделанной работе на дворовых территориях рассказала руководитель управления благоустройством округа Марина Зинкина. Мы, как люберцы, уже за три года сделали 33,5% из общего количества дворовых территорий. На этот год также запланировано 67 дворовых территорий, которые будем делать по шести обязательным элементам. Помимо дворов, жители обращают особое внимание на благоустройство зон отдыха, на благоустройство парков, которые у нас есть. Также она отметила, что особое внимание сейчас уделяют раздельному сбору мусора. К 1 июня этого года округ должен перейти на такую систему сбора отходов. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. 39 человек, получивших травмы и 91 смертельный случай – такова печальная статистика травматизма на железной дороге за 2017 год. Зафиксированы ли подобные случаи в первом квартале 2018-го? И как обойти такой риск, нам рассказал исполняющий обязанности Московско-Рязанского транспортного прокурора Вадим Горьковых. Платить не буду, перебегу. Наверное, таким выражением пользуются те, кто подвергает свою жизнь опасности, переходя не там, где положено – по железнодорожным путям. Но в этом случае плата жизнью намного выше тех рублей, которые не захотелось отдавать. За первый квартал 2018-го года в Люберецком округе из-за таких необдуманных поступков пострадали 3 человека, а 39 погибли. К сожалению, эта проблематика связана в первую очередь с поведением граждан на железной дороге. Несмотря на то, что достаточно большое уделяется внимание как непосредственно со стороны правоохранительных органов, как прокуратуры, так и работниками РЖД в первую очередь, тем не менее, все равно граждане, очевидно, не желая оплачивать свой проезд, ставят в опасность своей жизни здоровье. Так, в прошлом году к административной ответственности за переход в неположенном месте было привлечено более 1200 человек. В этом уже более 300. По словам Вадима Горьковых, в основном рискуют своей жизнью мужчины. К счастью, не все разделяют такое отношение к собственной жизни. Сами себя люди не берегут и также и другим пример подают. Как, например, вот эти две женщины, которых не пугает даже приближение электрички. Именно из-за таких необдуманных поступков статистика гибели и травматизма на железнодорожных путях, к сожалению, не меняется. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Прежде чем припарковаться, смотри на знаки и разметку в Люберцах соцзащита совместно с ГИБДД. Проводит акцию по проверке парковочных мест для инвалидов. Продлится она месяц. Кто и при каких обстоятельствах может занимать льготное место, напомнит Мария Кузьмичева. Первые впечатления от Люберец столичному жителю Николая сразу испортило знакомство с Люберецким ГИБДД. Причина задержки гостя проста. Не стоит парковаться в неположенных местах. У меня просто позвонили, сказали, забери машину. То есть я вот садил, забрал ключи и вернулся, чтобы забрать машину. Где машина? Родственника. Как утверждает нарушитель, машина находилась на стоянке для инвалидов не более 15 минут. Он категорически не согласен со штрафом и планирует обжаловать его в суде. Если водитель остановил или припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, за это предусмотрена ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 12.19, часть 3, которая предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Еще одна гостья в этот раз из Пензы оказалась в аналогичной ситуации. Оставив свой Hyundai на парковке для инвалидов и не успев зайти в торговый центр, она сразу же была задержана сотрудниками ГИБДД. Вы видели знак, под которым припарковали автомобиль? Потому что там остановка стоянка только для инвалидов. Видели? Только за три месяца этого года в Люберцах за нарушение правил парковки задержали более 30 водителей. Большая часть из них – приезжие. В связи с ростом нарушений соцзащита совместно с ГИБДД проводит рейды под условным названием «Парковочные места для инвалидов». Месячник приурочен к празднованию в мае Дню защиты прав инвалидов. И, соответственно, вот этот месячник посвящен, чтобы парковочные места, которые предусмотрены для инвалидов, использовались по целевому назначению. На сегодняшний день не менее 10% парковочных мест для маломобильных групп населения выделяются у различных социальных учреждений. Право на бесплатную парковку имеют инвалиды первой и второй группы, а также перевозящие их лица и родители детей-инвалидов. Кроме того, на таких машинах должен быть установлен соответствующий знак. Вот такую наклейку со знаком «Инвалид» можно приобрести в любом автомагазине. Но для того, чтобы припарковаться на льготном парковочном месте для инвалидов, этого мало. Необходимо также иметь справку, подтверждающую инвалидность. В ней должна быть указана группа и причина получения инвалидности. Кроме того, документы предоставляются сотрудникам ГИБДД только в подлинном виде. Месячник продлится до 4 мая. Проверки подлежат те парковки, в которых наблюдается большая проходимость автомашин. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Последние дни в московском регионе установилась среднесуточная температура, равная 7 градусам и выше для автомобилистов. Это сигнал к тому, что пришло время переходить на летнюю резину. Однако синоптики предупреждают о возможности мокрого снега и похолодания в конце этой недели. И все же не пора ли переобуваться, разбирался наш корреспондент. Сотрудники шиномонтажных мастерских заметили, что, как правило, к майским праздникам большинство автолюбителей переходит с зимней резины на летнюю. Так Валерий Иванов не стал дожидаться мая и уже переобул авто. Во-первых, погода часто менялась и непонятно было, выпадет снег или нет. И как бы погода устаканилась и как бы уже пора, чтобы не портить зимнюю резину, а ставить летнюю. Использование резины соответствующей сезону помогает сохранить ее свойства и гарантирует безопасную езду. Ну, летом, во-первых, она размягчается, вы убиваете свою резину. Если резина шипованная, автоматом вылетают сразу все шипы. Иначе это очень аварийно. Я считаю, что уже пора. Я лично сам все поменял. Пока еще в шиномонтажных мастерских нет больших очередей, поэтому визит в салон займет около 40 минут. За это время мастер снимет и очистит диски, демонтирует зимнюю резину, поставит на ее место летнюю, подкачает колеса. Важнейший этап шиномонтажа – это балансировка. Она нужна для того, чтобы предотвратить вибрацию во время движения на скорости более 100 км в час и для того, чтобы сохранить подвеску автомобиля. В течение последней недели среднесуточная температура в округе колебалась вокруг отметки в 10 градусов тепла. Это оптимальное время для шиномонтажа. Тем, кто не спешит с заменой покрышек из-за возможного приближающегося похолодания, специалисты советуют не поддаваться панике. Ну, я считаю, что летняя резина, если она не лысая, да, она держит температуру, допустим, от минус 5 градусов. То есть у нее свойства сохраняются. Вы уже поменяли резину на летнюю? Да, поменял. А вот синоптики обещают, что еще заморозки будут. Не боитесь, чтобы торопились? Да нет, заморозки-то в ночное время будут. С 2015 года в России действует технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, обязательный для всех стран Таможенного Союза. Согласно документу, запрещается ездить на автомобиле с шипованной резиной с 1 июня по 31 августа. Использование фрикционных покрышек или липучек в летнее время не регламентируется. Но производители шин предупреждают. Эксплуатация зимней резины при температуре от 10 градусов выше нуля делает железного коня трудноуправляемым. Александра Таймей, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. 1 апреля начался весенний призыв вооруженной силы Российской Федерации. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на военного комиссара Московской области, всего в Подмосковье на призывную комиссию должны явиться порядка 30 тысяч человек. А отправятся в военные части около 5 тысяч призывников. О призывной кампании в Люберецком округе в нашем сюжете. Призыв на военную службу начался 1 апреля. За две недели кампании уже состоялись первичная постановка 17-летних граждан на воинский учет и несколько призывных комиссий с отправкой новобранцев в места прохождения службы. Важнейший этап мобилизации – прохождение медицинского освидетельствования. Медицинское освидетельствование призывников осуществляется в медицинской комиссии. В состав медицинской комиссии входит 8 врачей-специалистов. В случае невозможности вынести решение в ходе проведения освидетельствования, а именно при наличии у призывников каких-либо серьезных заболеваний, призывники направляются на дополнительное медицинское обследование. Текущая призывная кампания демонстрирует потребность Минобороны в личном составе, уже получившем высшее или среднеспециальное образование. Такие молодые люди могут рассчитывать на службу по контракту. С этого года мы уже начали комплектовать части военнослужащими по контракту. Образцы вооружения становятся более современными, более техническими. Оснащенность вооруженных сил очень сильно меняется. Поэтому, естественно, ребята с высшим образованием более необходимы. Но и срочная служба становится все более престижной для молодых людей. 20-летний Борис Фальчук успел получить высшее образование и теперь явился на комиссию для прохождения военной службы. Мечтает попасть в войска связи. Решил перезагрузиться и от гражданской жизни, ну и отдать долг Отечеству, получить военный билет, чтобы проще было устроиться на госслужбу. По новым правилам, мужчины, достигшие 27 лет и не прошедшие военную службу без уважительной причины, получают не военный билет, а справку. Естественно, сейчас многие ребята уже одумываются над этим вопросом, потому что очень тяжело, да фактически нереально с этой справкой идти работать в силовые структуры, в администрации, в муниципальные. Весенний призыв продлится до 15 июля. Из Люберецкого округа новобранцы уедут служить в части от Калининграда до Дальнего Востока. Однако до 80% люберчан останутся в пределах Западного военного округа. Александра Томей, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. В Томилинском парке сказок состоялись командные соревнования среди школ Люберецкого округа. Будущие защитники Родины проходили испытания на силу и выносливость. Кому же достался кубок мужества, знает Мария Кузьмичева. А старт будет вот на лавочке. То есть у вас получится вот так круг. Фактически у вас последний этап для кого-то будет переноска раненого. 8 школ Люберецкого района, 8 команд и около 150 школьников сразились за звание лучшего из лучших на Кубке мужества. Здесь все по-настоящему. Начиная от профессионального обмундирования, заканчивая испытаниями. Воспитание боевого настроя, проверка на физическую подготовку и смекалку. Такую цель поставили организаторы соревнования. Самое главное – это подготовка юношей к службе в армии. Ну, естественно, чтобы они стали ловкими, знали, с какого конца подойти к автомату. Военно-патриотическое воспитание. Солнечная погода, боевое настроение – старт дан. Школьники по выпавшему жеребью расходятся на свои первые точки и по команде «начали» выполняют задания. Молодым бойцам нужно пройти 8 этапов, на каждый из которых даны считанные минуты. Участники должны преодолеть длинную дистанцию. Переправа по пересеченной местности, стрельба на точность, перетягивание каната, переноска раненого, подтягивание на турнике и отжимание, бросок гранаты. Особой внимательности скорость пригодилась ребятам при сборке и разборке автомата. Оценивают результаты члена патриотического клуба «Воинская дружина», а помогают в координации соревнований учителя школ. Мы впервые в таких соревнованиях принимаем участие, так как мы только образовались в сентябре месяце. И мы только делаем свои первые шаги. Мы будем сегодня рады любому результату. Все ребята подошли к соревнованиям ответственно. Дружно и быстро передвигаются по объектам, показывая неплохие результаты. Организаторы особо отметили их сплоченность и умение работать в команде. А сами участники признаются, что безумно счастливо побывать здесь. Мне тут понравилась больше всего полоса препятствий, сборка-разборка автоматов. И тут на самом деле действительно интересно. Я здесь впервые, мне здесь очень нравится. Здесь есть разные полосы препятствий, и я хочу приехать сюда еще раз. По завершении испытаний школьников ожидала традиционная армейская гречневая каша с тушенкой и горячий чай. В солдатской кухне ничего не пригорают. Вот. Сейчас здесь гладится гречка пока что, и как бы железо не слишком нагревается. Результаты этого соревнования будут подведены уже после всех пройденных испытаний. А по итогам трех таких состязаний судьи выберут три команды, которые будут отправлены на экскурсию в военную часть воздушно-десантных войск «Медвежьи озера» Щелковского района. Следующее мероприятие запланировано на середину мая. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Еще недавно родители отчитывали детей за бесконечные компьютерные игры. Сегодня же полтора часа перед монитором. Это полноценная тренировка, а интерактивный футбол – официально признанная спортивная дисциплина. О перспективах киберспорта в Люберцах сюжет Александры Томей. Джойстик, клавиатура, компьютерный монитор – теперь все это спортивный инвентарь. Министерство спорта присвоило интерактивному футболу статус спортивной дисциплины, а в Академии физкультуры прошел круглый стол по вопросам его развития. Мы также отмечаем очень большую роль современного киберспорта в воспитании молодежи и поддерживаем полностью те образовательные программы, которые должны быть реализованы для того, чтобы способствовать развитию данного вида спорта не только в московском регионе, но и по всей территории Российской Федерации. На деле игра в интерактивный футбол выглядит так. Две команды участников соревнуются перед монитором, используя приставку или компьютер. Кажется, будто игра – легкая забава. Но это совсем не так. Если мы возьмем быстрее, выше, сильнее, то многие из этих принципов, даже можно сказать все, они присутствуют в интерактивном футболе. Потому что для того, чтобы быть лучшим и самым сильным, нужно быть быстрее, нужно быть умнее, чем твои соперники. Компьютерный спорт – самый динамично развивающийся в России вид спорта. И Люберецкий округ стал стартовой площадкой для практической реализации концепции интерактивного футбола. Люберцы, решением главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого признаны как первой площадкой для, в первую очередь, круглого стола и для развития киберспорта в целом, и в частности киберфутбола. Это является важным этапом в подготовке к чемпионату 2018, который пройдет на территории России. Интерактивный футбол как массовый спорт еще только развивается. Но уже скоро родители смогут привезти своего ребенка в соответствующую секцию. В сентябре планируют запустить образовательные программы по гиберфутболу для тренеров и педагогов дополнительного образования. Александра Томей, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Некоторые правила лучше знать с малых лет. По статистике ГИБДД в прошлом году на Люберецких дорогах пострадали 22 ребенка, и четверо из них пешеходы. Так вот, чтобы дети соблюдали правила безопасности на дороге, уже 45 лет существует отряд юных инспекторов движения. На юбилейном слете в 27-й Люберецкой школе побывала наша съемочная группа. В 27-й школе слет юных инспекторов движения проходит ежегодно. В праздничной атмосфере дети рассказывают о важности соблюдения правил безопасности на дороге. Самые уязвимые пешеходы – это дети. И если мы в школе не будем учить их правилам дорожного движения, то последствия могут быть непредсказуемые. Потому что родители иногда очень беспечны. И идут, не соблюдая. Поэтому дети повторяют за взрослыми. Пятиклассник Артем Зубрилин приехал на слет юит из 7-й школы. К правилам дорожного движения относятся со всей серьезностью. Правила дорожного движения, знаете, конечно же, обязательно, чтобы не было аварий. Всегда надо переходить только на зеленый цвет. Идти по зебре обязательно, не пробегать всю дорогу. Когда едешь, например, на самокате или велосипеде, надо слазить с него, а потом уже переходить дорогу. Слет знатоков правил безопасности на дороге проходит при содействии Люберецкой госавтоинспекции. Сегодня на территории Люберецкого межмуниципального района мы проводим конкурс юных инспекторов движения. Мы очень рады, что в нашем районе проходит такой конкурс, что мы поддерживаем эти традиции, что из года в год у нас дети ведут профилактику детского дорожного транспортного травматизма. Для проверки знаний школьников правил дорожного движения организаторы подготовили тесты. В строгой экзаменационной атмосфере ребят выполняют задания, которые охватывают все ситуации, с которыми может столкнуться ребенок на дороге. Но если все же произошло несчастье, нужно суметь оказать первую помощь. Открытая травма. Открытая травма. Ну, в общем-то, да. А где вы научились вот так вот с ранами управляться? Утро до века. Учитель по трудам. И у меня сестра фельдшер. В 2017 году в России зарегистрировано 4,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине детей. Они перебегали проезжую часть в неположенных местах, переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. В преддверии велосезона и школьных летних каникул госавтоинспекция призывает детей и родителей быть осторожными на дороге. Александра Томей, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. В Люберцах впервые состоялся фестиваль детских хоровых коллективов «Перезвон». Он приурочен главному церковному празднику Великой Пасхи. В гимназии номер 44 выступили лучшие коллективы округа, победители муниципальных и областных конкурсов. Впечатлениями поделится Луиза Егезарян. Благая весть прозвучала в этот день и в стихах, и в песнях. В начале фестиваля хоровые коллективы исполнили главное песенное произведение Пасхи – «Тропарь Христос Воскресе из мёртвых». Праздник Воскресения Христова. Пусть всех нас вдохновляет на дела добра, любви и милосердия. Всех вас поздравляю с праздником Светлой Пасхи. Христос Воскресе! Воистину Христос Воскресе! По итогам муниципального конкурса, который проходил в марте этого года, семь хоровых коллективов стали победителями, а два из них удостоились призовых мест на областном этапе. По инициативе сотрудников Дворца детского и юношеского творчества ребята ещё раз показали свои умения на первом окружном фестивале. Проходит он в рамках нашего пасхального фестиваля, который традиционно уже три года подряд проводит Дворец детского и юношеского творчества. И в рамках этого пасхального фестиваля проводятся мастер-классы дня обучающихся, проводится конкурс пасхальной лиц, изобразительного и декоративно-прикладного творчества и благотворительная акция «Коробка храбрости». Присоединиться к благотворительной акции могут все желающие. Для этого необходимо принести во Дворец детского и юношеского творчества мягкие игрушки. Они будут переданы детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Луизия Гязарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Победные песни прозвучали. В Люберцах прошел финал первого открытого конкурса эстрадной песни и романца имени Соловьева-Седова. 12 композиторов из разных городов представили на суд жюри свои лучшие произведения. Кто же эти счастливчики? О них наш сюжет. Стук сердца слышишь, и нежностью дышишь, твой я украла покой. Эстрадный романс о любви и чувства исполнила наша землячка Инна Соколова на финале первого открытого конкурса композиторов в Люберцах. Вот уже 15 лет она пишет и сама исполняет свои песни в стиле эстрадной поп-музыка. Конкурсантка признается, что музыка – ее жизнь. Принять участие в таком грандиозном мероприятии – это уже как бы честь и очень здорово. 270 эстрадных песен и романсов, 129 композиторов из разных регионов России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в отборочном туре. И только 12 лучших произведений прошли в финал. Эти работы прозвучали в сопровождении оркестра Московской областной филармонии инструментальной капеллы. Поэтому списку конкурсанта отслеживают свое выступление. На сцене далеко не все. Это только первая группа выступающих. Они все очень волнуются, ведь их будет оценивать не только строгая жюри, но и зритель. Заключительный галоконцерт состоял из двух отделений. В первом свои номера показали 12 финалистов-конкурсантов, а во втором были представлены самые яркие номера, которые не вошли в финал. Конкурсантов оценивали члены жюри, в составе которого видные деятели искусства нашей страны. Три критерия, по которым мы оцениваем. Это замысел поэтический и композиторский, вообще замысел произведения. Его выполнение, технологическое, композиторское, и исполнение. Особо оценили финалистов-зрители. Бурные овации сопровождали участников на протяжении всего конкурса. Нам понравились дети, которые выступали последним номером. Замечательный энтузиазм, очень живо. Ну, в общем, по-детски. Пели все просто замечательно. Очень понравился оркестр, сам оркестр. Под огромным впечатлением, великолепнейшая музыка, удивительные голоса. По завершению вечера состоялось торжественное награждение композиторов и призеров. Вручал награды Максим Дунаевский. Ну, а теперь перейдем к лауреатам, к шестерке лучших. Хотя, надо сказать, что лучшие все. Все, кто здесь стоит, уже лучшие. Всех поздравляю. А победа – это, знаете, как лотерея, удача все-таки. Шесть лауреатов получили памятные денежные призы. Среди победителей есть и жительница Малаховки Юлиана Донская. Она заняла почетное второе место. Следующий конкурс намечен на 2019 год. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Маркарьевская ярмарка прошла в гимназии номер 41. В своеобразном городе мастеров можно было купить угощения, приготовленные детьми и поделки ручной работы. Удивляли и другими сюрпризами. Ежегодно средства, собранные от продаж, идут на благотворительность. Эта традиция объединяет вокруг себя учителей, учеников и их родителей уже 11 лет. Наш корреспондент Мария Антонова это событие точно пропустить не могла. Ярмарка – давняя традиция гимназии. Она проводится в честь бывшего директора Аркадия Маркарова, который в свое время также устраивал подобные благотворительные акции. В честь него названо не только само мероприятие, а также валюта, которые здесь расплачиваются. Чтобы что-то приобрести на этой ярмарке, сначала необходимо обменять деньги. Валюты здесь называются Маркары. Вот, например, один Маркар – 10 рублей. По-моему, очень выгодный курс. За долгие годы ярмарку уже успели полюбить многие жители города. Так постоянный ее гость – глава округа. Потому что здесь есть какие-то глубокие, хорошие традиции, которые поддерживаются и преподавателями, значит, выпускниками, родителями. Поэтому надо только радоваться, что есть такие школы. Вот этот опыт, наверное, как в той или иной степени надо как-то передавать в другие школы. Возможно, у какой-то школы будет что-то свое, но традиции должны быть обязательны. Нынешний директор 41-й гимназии участвует в ярмарке с радостью. По ее словам, она объединяет вокруг себя учеников, их родителей и учителей. Для нас это важно в плане, потому что это ярмарка Маркарьевская. Память о нашем директоре, безвременно ушедшем. Поэтому для нас это действительно та традиция, которую мы очень чтим. С этой ярмарки никто не уходит без покупки. Например, как учитель начальных классов Татьяна Смирнова, которая каждый год находит для себя что-то особенное. Вот это все, что я купила сегодня на ярмарке, приобрела в свою копилочку. Шумно и весело все, как на традиционных ярмарках. У каждой импровизированной лавки свои зазывалы, которые предлагают только самое лучшее и приготовленное с любовью. Сегодня я на нее принес, я свои блины принес. Я сегодня стоял, их с утра закручивал с изгущенкой. Покупайте. Участие в ярмарке в этот день приняли сотни человек. Помимо школьников и учителей на нее пришли и жители города. Повышенный интерес к этому событию объясним. Маркарьевская ярмарка – это масштабное событие. Здесь можно найти все, что душе угодно. Выпечка, шашлыки, поделки ручной работы. Ну или вот, прокатиться с ветерком. Так, если в здании гимназии стоят многочисленные столы, заполненные товаром, то на улице свои развлечения. Во дворе взрослые вместе с детьми также зарабатывали маркары приготовлением шашлыка. До этого мы просто были помощниками. Да, ну вот в эту ярмарку на все разрешили, вот все делаем. Разделили нас на две части, вон взрослые мангалы стоят, а это наши. Ну и как, получается? Да, одна готова уже. Все пользуется большим спросом. Отмечу, ежегодно вся сумма, собранная на ярмарке, идет на благотворительность. Обычно она варьируется от 200 до 300 тысяч рублей. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. С 2015 года в Люберцах действует муниципальная программа «Доступная среда», где есть рекомендации по созданию инфраструктуры для людей с ограничениями по здоровью. Однако общественные организации все же настаивают, комфортной должна быть и коммуникативная среда. Именно поэтому для детей организовывают уроки доброты. Как проходят такие встречи, расскажет Александра Томей. А приехали мы к вам в гости с предложением. Мы хотим с вами дружить. Ребята из общеобразовательной школы номер 8 города Люберцы посетили Малаховскую школу-интернат четвертого вида. Здесь обучаются дети с особенностями здоровья по зрению. Именно поэтому подарки, с которыми приехали гости, такие, которые дают тактильные ощущения. Фигурки из ткани и пластилина, бумажные аппликации, вязаные шапочки, а еще стихи. Казалось, непосильная чажесть, забот, ударов и помех. Что не придет была и радость, но все осилит человек. У Ильи Санина есть особенности здоровья, но он учится в общеобразовательной школе номер 8. Специально приехал в школу-интернат, чтобы показать ребятам, что у них есть безграничные возможности для общения. Почему для тебя важно сегодня было бы с таким подарком приехать к ребятам? Ну, потому что они с особенностями, чтобы им было приятно. Воспитанникам школы-интерната было радостно принимать гостей. Они открыты к общению и не разделяют детей на тех, кто здоров, и тех, у кого есть заболевания. Вообще наши дети очень любят, когда к нам приезжают гости, по гостям тоже любят ездить. Дети наши настолько привыкли ко всем детям, у нас разные дети, и они не замечают. Мы все, как бы, все вместе. Ученики 8-й школы уже имеют навыки общения с ребятами, у которых есть особенности здоровья. У нас есть тоже дети, которые учатся с особенностями, но они учатся в общеобразовательной школе. Рассказывать детишкам об особенностях других детей очень сложно. Лучше показать, а еще лучше наладить дружеское и безбарьерное общение. Встреча детей проходит в рамках сотрудничества между 8-й школой и общественной организацией «Сильные, активные молодые инвалиды». Ее председатель Никита Готовцев. Лауреат областной премии «Наши Подмосковья» 2016 года. Его проект направлен на создание доступной коммуникативной среды для детей с особенностями здоровья. Доступная среда, она понимается широко. Это не только инфраструктура городская, ряд мероприятий, способствующих социализации инвалидов, их включению в полноценную жизнь общества. Как признаются участники праздника, это только начало большой дружбы. В планах ребят – ответный визит учеников из Малаховки в школу номер 8. Мария Антонова, Александра Томей, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, таковы главные события уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. Напомню, все материалы наших корреспондентов вы можете найти на сайте и в соцсетях. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова